Детская страна С нового года в наших многопудовых рамках прибавился еще один учебник – «Основы мировых религиозных культур». Этот предмет начинают учить во всех школах, начиная с четвертых классов. Мы с помощью департамента образования выбрали две школы и отправили туда юных корреспондентов в телестудии «Товарищ». Привет! Меня зовут Артем Песин. Это моя школа, лице информационных технологий. Все ребята из нашего четвертого Б выбрали предмет – светская этика. Я тоже. Я подумал. Ведь это было бы очень полезно знать, как и в каких случаях себя вести, как соблюдать этикет. Думаю, что человек, знакомый со светской этикой, никогда не попадет в просаг. Но сейчас по заданию редакции я отправляюсь на урок православной культуры. С вами ровесникам в школу номер 54. Привет! Как тебя зовут? Артем. Очень приятно. Меня тоже так зовут. Артем, скажи, почему ты выбрал предмет «Основы религиозных культур»? Я его выбрал, потому что я хочу узнать побольше о Боге и о нашей религии. А как ты сам думаешь, есть Бог? Да. А почему ты так решил? Потому что на свете есть много чудес, которых нельзя описать. Ксюша, а почему ты выбрал предмет «Основы религиозных культур»? Ну, я хотела побольше узнать о вере, о том, как раньше люди жили, а гоня не христиан, а жития святых. Как тебя зовут? Алеша. А почему ты выбрал именно этот предмет? Я выбрал «Основы религиозных культур», потому что этот урок очень интересный. И мне очень интересно узнать все о Боге. Как ты сам думаешь, есть Бог? Конечно, есть. А почему ты так решил? Потому что Он сотворил много чудес. А у тебя в семье есть верующие? Конечно, и мама, и папа, и все остальные. А ты знаешь какие-нибудь молитвы? Можешь прочитать одну из них? Я много молитву знаю, Отче наш, Царю Небесный, Богородице. О заповеди. Вот я, например, знаю заповедь. Почитай мать отца своего, и до долголетия будешь жить на земле. А ты? Я знаю заповедь. Не убей, не лжесвидетельствуй, не кради. Открываем учебники и смотрим на урок номер девять. Посмотрите, пожалуйста, поднимите руки и скажите, как называется тема сегодняшнего разговора с вами. Пожалуйста. Православные учения о человеке. Хорошо. Вы знаете, вот у меня был такой случай в моей жизни, когда я была в храме на службе. Я обращала часто внимание на то, что в наш храм приезжал один молодой человек. Он приезжал издалека, жил он в сельской местности, и приезжал в этот храм на велосипеде. И велосипед он оставлял, естественно, на территории храма, во дворе. И случилось так однажды, что закончилась служба. Он вышел, а велосипеда нет. И он, вы знаете, совсем не расстроился, а сказал. Бог дал, Бог взял. Бог дал, Бог дал, Бог дал. А иногда душа плачет, болит. Или бывает вот такое выражение. Вложил всю душу в какое-то дело. Или поговорим по душам. Или, может быть, на душе плохо, неспокойно. Вот Андрей Кураев дает такое определение души. Душа – это то, что у человека болит, когда все тело здорово. Чем дольше я слушал учителя, тем с большим уважением относился к ребятам, которые выбрали этот предмет. Ведь вся наша жизнь, познание о добре и зле, вся наша культура так или иначе связана с религией. У вас много лет при школе работает домовая церковь. Ты в нее ходишь? Конечно, хожу. А что ты сделаешь в церковь? Исповедуешь, молишься или причащаешься? В будние дни молюсь, а в воскресенье обычно хожу исповедоваться и причащаться. На тебя церковь влияет? Что-то после посещения церкви в твоей душе меняется? Конечно, становится приятно. Хорошо. А сколько детей приходит к вам в церковь? Сюда приходят ребята с многими целями и задачами в храм. Но самое главное в храмовой жизни – это все-таки молитва и церковная служба. На службу приходят, конечно, не все ребята. Те сюда приходят, для кого это важно, для кого это часть жизни. Так скажем, когда выпадают праздники большие, в храме большая часть ребят, учащихся нашей в школу, здесь, в кинослужбе. Для них это дорого, это уже традиция в школе давно живет. Школьный храм, он выполняет несколько сразу функций. Здесь и проходят уроки. Уроки закона Божьего. Уроки международных, художественной культуры. Уроки церковно-славянского языка. Но здесь и проходят мероприятия школьные, но здесь и идет духовная жизнь. Какой новый предмет выбрать – это каждый решает сам для себя. А то, что в школе номер 54 ведутся уроки православной культуры и есть своя церковь – это очень даже здорово. Всем привет! Я – Камиля Гайнудинова. Я – татарка, и поэтому с большим интересом приехала в школу «Екталык», что в переводе с татарского означает «свет». Танцуйте только татарские танцы? Да. А где, кроме Самары, вы выступали? В Польше, на Макуйбышевске, в Тольятти, в Казани. В Казани понравилось? Да, очень. А какой твой любимый праздник посульманский? Курбанбэра. А какие места вы занимали? Гран-при там, первое место, лауреаты. Гран-при там, первое место, лауреаты. Гран-при там, первая место, лауреаты. А о чем пелась в этой песне? Это веселая песня, то есть, ну, как бы поздравления, там, вообще песня, как можно поздравлять маму, там, бабушек поется, там, поздравления. Радик Равгатвич, а сколько лет в школе Екатылык? Нашей школе исполнилось 15 лет. Мы в этом году справляли юбилей нашей школы. А дети каких национальностей учатся в вашей школе? Дети учатся, естественно, в основном татары, так как наша школа с угольным изучением татарского языка и культуры, а также учатся киргизы, башкиры, узбеки, казахи, другие национальности. Русских очень много. А обучение проходит на русском или на татарском языке? Все предметы ведутся на русском языке. В каждой школе есть своя пружинка, свой стержень. А какой стержень в школе Екатылык? Как я уже сказал, наша школа с углубленным изучением татарского языка и культуры. Поэтому, конечно же, как вы говорите, это пружинка, наверное, татарский язык и культура. Из наших предметов все выбрали ислам? Этот предмет изучается в этом году, начал изучаться в четвертых классах. И так как наши дети в подавляющем большинстве, можно сказать, все этнические мусульмане, поэтому их родители выбрали именно этот курс. А можно пройти в кабинет, где преподает ислам? Конечно. Я вас приглашаю в нашу школу. Добро пожаловать. Спасибо. Тебя зовут? Тимур. Тимур, а как ты думаешь, чему учит ислам? Добро и дружелюбие. А какие праздники в твоей семье празднуются? Навруз, Курбан-Байрам и Сабантуй. Как тебя зовут? Зарема. Зарема, а какие в твоей семье празднуются праздники? Ураза-Байрам. Мы раздаем соседям угощения всякие. Курбан-Байрам и Навруз. А у тебя есть друзья других национальностей? Есть. У меня есть друг азербайджанин, подружка русская. Тебе с ними интересно общаться? Интересно. Итак, скажите, пожалуйста, какой, каким календарем мы пользуемся с вами сейчас? Солнечным. А вот сегодня на уроке мы познакомимся еще с вами с мусульманским календарем, который основывается на лунный календарь. Скажите, пожалуйста, здесь уже, ребята, по солнечному календарю у нас в году сколько дней? Сколько дней по солнечному календарю, Ермей? 365 дней, высокостный, 365 дней. А вот по лунному календарю у нас, ребята, в году 354 дня, в высокостном году 355 дней. Итак, хорошо. А вот сейчас давайте мы с вами изготовим уже задание для групп. Будем изготавливать мусульманские календари. Я сейчас сидела на уроке и думала, что все религии учат добру и любви. Так давайте дружить, учиться, и на земле всегда будет мир. Всем привет! Это снова я, Камиля Гайнудинова. Так случилось, что когда я приехала в Екатылык, здесь открылся новый стадион. Вы только посмотрите, какое чудное покрытие подарили ребятам. Несмотря на снег, с каким вытушевлением они гоняют мяч. У вашей команды есть какое-то название? Нет. У вас есть какие-то достижения уже? Есть. Где вы участвовали? Мы во всяких соревнованиях там, по городу. Какие цели вы перед собой ставите? Победить все время, первое место. А вы знаете команду Рубина Статарстана? Конечно, знаю. А болеете вы за Рубин? Да. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть, но больше болеем. Закрыли советов, потому что это наша самарская команда. И мы занимали третье место в Лиге чемпионов когда-то. Хотели бы вы в ней участвовать? Конечно. Победить все время, первое место. Это школа номер 41. Я удивляюсь, как это здание до сих пор не заплясало. Ведь уже столько лет нам занимается детский музыкальный театр «Задумка». Два, три, четыре. Раз, два, стоп. А почему ты за него не держишься и не поднимаешь ногу? Я не понимаю. За него надо держаться. Ноги надо поднимать, подтянуть. Делай еще раз. Ты себя не боялась, ты делаешь. Раз, два, три. Держи за руку. Ну вот и вставай. Чего ты падаешь? Ты встаешь, нормально надо. Задумки скоро исполнятся. Немало, немного. 39 лет. И все ребята готовятся к празднику. Сейчас здесь дым коромыслов. Вы только представьте. Отсидеть 5-6 уроков, а потом идти на репетицию. И репетировать, репетировать, репетировать до седьмого пота. Как тебя зовут? Меня зовут Юлия Меркулова. А что для тебя задумка? Задумка для меня это часть моей жизни. Задумка это место, где я могу раскрыть все свои таланты. Это место, в котором мы танцуем. Мне нравится танцевать. Я люблю задумку. Для меня задумка это место, где мы все смогли обрести талант, где нас любят и ценят. Мы пытаемся открыть свои чувства в танце. Думаю, для всех нас задумка очень главная часть в жизни. Сколько танцев в твоем репертуаре? Примерно семь. Доча, удалые казачата, чижик-пыжик, дундере, болька-кокетка, тирольский, тирольская шутка и матросский танец. А какой танец самый любимый твой? Мой самый любимый танец это чижик-пыжик. Скоро у вас день рождения. Что бы вы хотели пожелать своей задумке? Пожелать задумке талантливых учеников, первых мест на всяких концертах и фестивалях. Елена Геннадьевна, расскажите, как все начиналось? Сколько ребят было сначала, сколько сейчас? Начиналось все далеко-далеко, давным-давно, в 1973 году. Я тогда еще была маленькой девочкой, училась в школе. Все начиналось в 82-й школе города Куйбышева. Тогда у нас было только 12 детей. 10 девочек и 2 мальчика. А сейчас у нас их огромное количество. Не знаю, даже не считал. Ну, 500 с чем-то. От 4 до 18 лет. Мальчики, девочки, все веселые, все дружные. Все очень любят петь и танцевать. За 40 лет. В каких городах, в каких странах успела побывать задумка? Легче сказать, в каких городах и странах задумка не была. В Европе мы не были только в Португалии. Поэтому хотим исправить этот недостаток и в сентябре поехать туда на конкурс. Были в Америке, были в Канаде, были в Турции, были в Египте, были в Тунисе, были в Китае, были на Таиланде. А какая поездка вам бы запомнилась больше всего? Ну, а из всех поездок, наверное, больше всего запомнилась поездка на остров Тайвань. У нас был там замечательный фестиваль. Мы были там целых два месяца. Познакомились с удивительными коллективами. За два месяца подружились. Мы были единственные представители нашей страны. Я знаю, что на всевозможных конкурсах и фестивалях вы получали самые высокие награды. Медали, первые места, гран-при. А какая награда была для вас самая дорогая? Забывают, какое место коллектив занял. Но вот как ты выступил, как ты станцевал, какое яркое впечатление ты произвел, этого не забывают никогда. А самая дорогая победа, самая дорогая награда – это гран-при на Славянском базаре в Витебске. Все, наверное, знают этот форум искусств. И там был конкурс детских шоу-программ. Была очень трудная борьба. Были очень сильные коллективы. И вот тогда наши дети, на удивление, собрались, как-то с таким эмоциональным накалом выступили, что сумели занять гран-при. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот и пролетел 20 минут. Больше ничего не успею вам рассказать. Удачи, успехов, новых побед! Пусть вас меньше ругают и больших валят. Удачи в школе, домашних радостей. Пока-пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!